Воскресная церковь 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 У Иисуса именно с Ним. Потому Лука и Марк свое внимание обращают именно на Него, не считая необходимым угнать другого, второстепенного. Итак, Иисус приходит вместе с своими учениками на лодке пределы земли Гадаринской и Георгийсинской, где встречает его ужасный человек, который жил не как все люди, а во гробах. Гробы не в нашем понимании сколочены из дерева, а сделаны в горах, пещеры, куда складывали покойных. И вот среди трупов жил несчастный. Бесы хотели тем самым не только наводить ужас в селении, но и навязать мысль, что бесноватый никто иной, как души умерших. Но Христос развеивает и эту мысль, и само мучительство демонов. Надо сказать, что они мучили страшно этого человека. Он бился о скалы, так что горожане пытались как-то усмирить его и связать. Но он обладал неимоверной силой, с легкостью, как нитки, разрывал любые путы и металлические цепи. Более того, как повествует Матфей, он наводал с веревым нравом, так что он нападал на жителей, так что боялись ходить тем путем. Но вот как только ступил Иисус на берег, как круткий агнец, бывший буян, подходит к ногам Спасителя. Бесы преклоняются перед Творцом Вселенной и умоляют его о том, чтобы он не посылал их в бездну, те вечные муки, которые уготовлены для них, но повелел им войти в сыное стадо, которое паслось неподалеку. И Иисус разрешил. Стадо мгновенно погибло, взбесившееся, оно тонуло в море. Бесы имели, конечно, свой смысл через внесение урона иудеям вызвать ненависть их к Иисусу. Но Иисус поступил так непросто. Он хотел показать неправедность жизни местных горожан. Дело в том, что иудейский закон запрещал не только вкушать свинину, но и держать ее даже дома, в своих дворах. А здесь мы видим, что послось огромное стадо, порядка двух или трех тысяч свиней. И вот Бесноватый был проповедником тяжести греха своих сородичей и соплеменников. Если его проповедь до сего времени носила характер невербальный, то после исцеления он идет в город по слову Иисуса, чтобы проповедовать уже слово Евангелие, слово жизни, говорить о том, что сделал для него Бог. говорить о Боге, о Его милости, о Его величии, о Его всемогуществе, о Его любви и о Его будущем царстве. Но оказалось, что эта проповедь не так интересовала годаринцев. Они были всецело увлечены земной жизнью и стяжанием материальных благ. Они нарушали закон для того, чтобы продавать запрещенное мясо и за счет этого обогатиться. И когда им был причинен великий урон, или, можно сказать, у них убрали причину их греха, они пришли в ужас. не только от события исцеления бесноватого, от масштаба этого бедствия, от количества нечистых духов, которые мгновенно погубили несколько тысяч свиней, но не могли погубить человека, Катаринцы сказали Христу, отойди от нас, Господи, потому что наш образ жизни нам приятен, мы не хотим его менять. Наша система ценностей не подвергнется изменению, и Ты, пришедший в наши пределы, не мешай нам жить так, как мы этого хотим. Хроткий Иисус садится в лодку и уплывает. И оставляет нас, дорогие братья и сестры, в размышлении о том, насколько мы иногда крепко держимся за какие-то земные блага, за свое желание, за свою идею, свою волю или мысль, настолько крепко, что боремся с волей Божией. В древности на Руси была поговорка «Хоть святых выноси». Это когда люди хотели совершить какой-то непристойный поступок, но им было стыдно перед ликами святых икон, и они собирали их по святым углам и выносили все они. А после того, как насладились греховным делом, возвращались святыни на свои места. Бывает так и в нашей жизни. Мы должны помнить о том, что святое место пусто не бывает. Наша душа, если не наполнится благодатью Святого Духа, то это место обязательно займут духи нечистые. Если Господь с благодатью и освободит нас от этих греховных уз, то мы должны помнить слова Христа, которые Он говорит в Евангелии. Дух нечистый, когда выходит от человека, то не может найти себе покоя, и ходит по местам безводным, и думает, возвращусь обратно в свой дом, и находит его чистым и выметенным, и незанятым. Тогда Он возвращается, берет семь духов злейших себя, и бывает человеку тому хуже первого. Будем влюсти, дорогие братья и сестры, свой внутренний мир, дом своей души. Будем созидать там духовный сад, и чтобы в нем царствовал Дух Христа, Дух Любви. Дух Вечной Жизни. Дух Христа, Дух Вечная Жизни. Редактор субтитров О.Голубкина